Друзья, продолжаю показывать вам участки, которые находятся в Агое. Еще один участок, он для сельхозпроизводства. На нем есть, но он находится в зоне в Ж1, соответственно, на нем можно будет строить. На нем есть несколько помещений, которые, вот сейчас я вам покажу, что с ними сделать, пока я не понимаю. Они стоят заброшенные, дорога к участку есть. Да, тут вот отдыхают лошади. То есть, по сути, он используется как конюшня. Такие замечательные лошади тут, видимо, прячутся от жары. Вот это все, друзья, участок. Он вот в таком виде. А вот, кстати, гуляет ослик. Надо же, как бы, видео разнообразить, показать вам не только лошадей и коров. Но еще и ослика. Здорово, ослик. Не боишься? Нет, смотрите, не пугливый. Классная травка. Поэтому тут вот лошади. Лошадей мы пугать не будем. Пусть они пасутся. А мы пойдем смотреть участок. Да? Ммм, какая колючка у тебя. Ладно, хозяева уберут. Хорошие кони. Мини-то бум у них тут. Так, смотрим участок дальше. Тут, видимо, была парковка. До сюда доведено электричество. И с правой стороны, друзья, ручей. Ну, участок тоже, в принципе, ровный. И очень хорошо, что он находится на возвышенности. То есть, расположение у него прикольное. Он выше, чем все остальные дома. То есть, он, опять же, не подтапливается. Да, тут даже не ручей. Такая мини-речушка. Речушка очень глубокая. И берега тоже хорошие. У участка, естественно, надо отбивать точки. Потому что непонятно, где и когда он заканчивается. Но заканчивается, скорее всего, он вот за этими столбами. Так, тут помещение настолько старое, что мы его даже учитывать не будем. Есть дорога к реке. Да, участок заканчивается вот где-то здесь. То есть, в принципе, сделать здесь, опять же, зону отдыха какую-то с беседками очень-очень-очень несложно. Потому что местечко прям напрашивается тут. как раз две реки сливаются рядом. И по краю вот здесь есть дорога. То есть, можно проехать и с этой стороны. И, видимо, он даже тоже не затапливается, потому что река достаточно далеко. В общем, друзья, тоже интересный объект. Вопрос, что с ним делать? Но, как я и говорил, с точки зрения того, что туризм внутренне развивается, и людям постоянно нужны объекты, в туристической сфере нужны объекты, с которой можно работать. Это одна из тех локаций, которая, мне кажется, очень может быть интересна. Допустим, в Сочи, в том же Лазовевском районе, в районе Кичмая, все такие участки, да, и если брать сам Сочи, например, там вся пластунка, где есть такие локации около рек, они давно застроены либо гостевыми домами, либо зонами отдыха, в которых просто стоят беседки, и эти беседки сдаются в аренду. Там, естественно, есть туалеты, подведена вода, можно купить уголь, иногда даже можно купить мясо, в некоторых есть бани. Вы понимаете, как это работает. Вот, они работают и летом, и работают, по-моему, даже зимой. Но даже если зимой, допустим, неинтересно, это все закрывается и не эксплуатируется. Ну, вообще, я думаю, основная задача настроить сейчас работу таких заведений, даже, допустим, если здесь что-то такое делать, чтобы это было, работало в круглогодичном формате. Потому что спрос на такие услуги очень и очень большой. Особенно, когда хорошая дорога. Все, друзья, всех обнимаю. Хорошего дня вам. И пока-пока.